Прошу провести регистрацию двух избранных депутатов. На седании присутствуют 15. Десятое заседание Совета депутатов Муниципального образования и Муниципальной районной городской области. Третьего созыва объявляли. Бюджетные новости на общественную инфраструктуру. Это те средства, которые были пока депутатами области не распределены. Сейчас они нам предоставили распределение. Увеличение расходной части бюджета на 1 млн 635,7 тысяч рублей. В дальнейшем я объясню, как депутаты цены. И уменьшение дефицита на сумму 26 млн 424,3 тысяч рублей. И таким образом основные параметры бюджета после внесения изменений составят доходная часть 1 млрд 942 млн 898,3 тысяч рублей, и расходы 2 млрд 7 млн 445,7 тысяч рублей, и дефицит 64 млн 547,4 тысяч рублей. А представление отдела Динистерства внутренних дел Российской Федерации по Динистерству оборудования в том числе дежурных помещений, в общем, дочери 310,7 тысяч рублей. Основание пункта 3 статьи 17.1 Федерального закона 2006 года и 135 ПЗ защиты конкуренции, а также пункта 2 статьи 4 пункта 1 статьи 22 по положению о порядке управления распоряжением муниципальным имуществом и муниципальным образованием Книгсевский муниципальный район. Предлагается решение о предоставлении отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по Книгсевскому району безвозмездное пользование в нежилых помещениях общей площадью 310,1 квадратных метров второго этажа административного здания по адресу Карла Максов, дом 2. За 15 прошлых лет программа приватизации имущества муниципального обороны Книгсевского муниципального граждан в 2012 году утверждено решение депутата о Книгсевском муниципальном районе в 10 декабря 2014 года номер 53.3.5. В соответствии с федеральным законом о приватизации государственного муниципального имущества от 2001 года предлагается внести прогнозный план о приватизации имущества муниципального образования Книгсевский муниципальный район для Иградской области на 2015 год. В дополнение в виде приложения помещение здания аптеки 188,8 квадратных метров помещение здания аптеки 9,7 квадратных метров помещение подвала здания аптеки 165,3 квадратных метров а также помещение здания аптеки 87,9 квадратных метров помещение планируется реализовать в третьем плане 2015 года что позволит наполнить бюджет муниципального образования Книгсевский муниципальный район данные помещения находятся в казне ранее были включены в прогнозный план приватизации но он не был исполнен по причине отсутствия желающих приобрести данные или увещения в настоящий момент предлагается повторно принять такое решение для реализации данных объектов за пятнадцать против а мнеijnся не изменил решение совета депутатов по Министерство муниципальном районе от 14 октября 14 мыми заводим 12.3 об утверждении состава Постоянной Депутатской комиссии Совета Депутатов Министерства муниципального образования Кинсерчен в район Genberger ВошелING start Орган Депутат Депутатов Министерства муниципального района в связи с изменением состава Совета Депутатов Министерства муниципального района а также на основании решения о внесении изменений, решения о формировании Совета депутатов и на основании заявления депутата Совета депутатов Жадана Александра Сергеевича, данное решение предлагается вывести из состава постоянной депутатской комиссии по строительству, транспорту, связи, жилистно-коммунальной инфраструктуре Богданова Александра Викторовича и ввести Жадана Александра Сергеевича. Решение принято. Показание условий дополнительного образования детей, образовательных учреждений, подвесных комитетов по образованию, подписки и подвесные системы дополнительного образования в Кингисевском районе. В настоящее время на государственном уровне чрезвычайно возросло внимание к системе дополнительного образования. Аналогичная ситуация у нас и в нашем Кингисевском районе. В районе создана и успешно работает система дополнительного образования, которая решает целый комплекс разнообразных задач. Дополнительное образование способствует выравниванию стартовых возможностей развития личности ребенка, способствует выбору его индивидуального образовательного маршрута, обеспечивает каждому ученику так называемую ситуацию успеха, содействует самореализации личности ребенка и педагога. В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. Они получают возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное образование реализуется через кружки и секции на базе общеобразовательных учреждений, через сеть учреждений дополнительного образования и через клубные формирования объединения подведомственных комитетов по культуре, спорту и молодежной политике. Подведомственных комитетов по образованию на территории района функционируют 10 учреждений дополнительного образования детей. Это три спортивные школы, юность, ямбл и ивангородская спортивная школа, две школы искусств, кингисепская и ивангородская, дом детского творчества и четыре центра различной направленности. Это центр эстетического воспитания и образования детей, кингисепский центр внешкольной работы, центр информационных технологий и детский образовательный центр «Бригантина». В системе дополнительного образования в минувшем учебном году обучались 6 219 человек. В системе дополнительного образования занимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе дети-инвалиды, их 34, дети так называемой группы риска, 227 учащихся, что составляет 96% от всего, от всей группы риска. Далее, это несовершеннолетние, состоящие на учете в УВД 69 детей и одаренные дети. Увеличится ли нагрузка на ту же самую заработную плату? Вы сейчас скажите, ставка какая? 18 часов. Сколько это? 18 часов. У нас категории, от этого зависит, и еще у нас есть стимулирующие выплаты. Если вы имеете в виду, сколько в среднем ставке, то она порядка 11-12 тысяч рублей. Об итогах отопительного сезона 2014-2015 годов. Добрый день, Владимир Александрович, уважаемые депутаты присутствующие. Краткая информация о большом вопросе отопления в течение прошлого отопительного сезона. Я пытаюсь своими словами и обращаться к тексту, который у вас на руках. Значит, отопление у нас в течение отопительного периода 2014-2015 годов осуществлялось, начало отопительного периода организовано, полномочия каждого поселения. Поэтому постановлениями администрации были определены сроки начала отопительного сезона. Они немножко разнятся, 29 сентября, 30 сентября, ну и услужка поселения 2 октября, начало отопительный сезон. То есть, разбежка в 3 дня организована, был он начал. И закончился, соответственно, был от 10 мая до 14 мая. И город Ивангород у нас немножко отличился, 1 мая они закончили регулярное отопление. Начало периодического протапления осуществлялось поэтапно. Первыми были подключены объекты социального, жилищного, культурно-бытового назначения. Современную пуску тепла способствовали скоординированной работе жилищно-эсплуатационных организаций, предуправляющих и теплооснабжающих организаций. Всего у нас в районе на сегодняшний день действует 6 теплооснабжающих организаций. Я их назову. Это УАО «ЛАТЭК» – Ленинградская областная топ-энергетическая компания. Газпром «Теплоэнерго» в Ивангороде, УК «Коммунальные сети», «Коммунэнерго», «Техники» и «Акватер». Все главы администрации, депутаты знают, в каком поселении какая организация работает. И у нас 5 водоснабжающих организаций. Это Кингисепский водоканал, Усть-Лужский водоканал, Торакс – это 6 поселений, Усть-Лужский водоканал и Остандарт – поселки Котельский. Теплооснабжение Кингисепского района обеспечивает 23 котельные. В целом 312 гигакалорий в час присоединенной мощностью. Теплоэнерго и сети имеют общую протяженность 90 км. Из них в ветком состоянии находится 15 км сетей. Хочу сказать, что у нас за последние годы позитивно развивается ситуация с ремонтом сетей. И в городе Кингисепе и в сельских поселениях теплооснабжающие организации взяли достаточно высокий на замену этих сетей. В частности, в этом году уже договоренность достигнута в комитете по топливным сетям комплексу Олиградской области планируют выделить средства на замену сетей в Полилеево. Улучшение режима качества предоставления коммунальных услуг, относящихся к авариям и аварийным инцидентам, в период прохождения зимнего максимума тепловых нагрузок, не зафиксировано. Деятельность предприятий по устранению утечек и ремонту теплоэнергетического оборудования тепловых сетей носила оперативный характер и время их устранения не превышало нормативной величины. По неплатежам, в связи с неисполнением сроков платежей по договорам поставки газа, у нас проблемы были только у организации Миртехники, которая занимается теплоснабжением в поселке Домашово, в Прилеево-Домашово. В филиал газпром газораспределения вводились ограничения для этой организации, но это уже был период, когда не отопление, а горячая вода, только у нас было и отопление. Там сложная ситуация была, но теперь уже подписано соглашение между Миром техники и Газпромом газораспределения и информация от поставщика газа, что они прекратили эту практику и теплоснабжающая организация соблюдает график погашения задолженности. Позиция губернатора в отношении котельных, реконструкции котельных. У нас что-то будет делаться через комитет по ЖКХ, правительство реконструкции в этом плане, чтобы они становились более эффективными, и это позволило повлиять на тарифную политику именно снижения. Куда поехал на совещание Викторович Гешили, пока мне не сообщил результата, но тема им была подпольная совещание именно эта. Я бы вопрос на несколько частей разделил. Первое – это перевод, например, котельных на более эффективную работу, другой – вид топлива. Чем мы сейчас занимаемся в городе Кембисепе? Ориентируясь на развитие газа и такие населенные пункты, как вестерная услуга Кузенкина, крупные наши, должны в перспективе получить газ, и котельные должны с невыгодных видов топлива перейти на природный сетевой газ. Временный путь решения – это использование жиженного газа. У нас ГРС «Радога», которая сжижает газ, и сейчас есть тоже коммерческое предложение, мы его рассматриваем туда, куда газ или вообще не придет, или придет очень долго. Можно, извините за простоту, закопать емкости и пользоваться жиженным газом. Причем это достаточно эффективно и выгодно. Мы сейчас прорабатываем этот механизм. О работе в муниципальных организациях и в муниципальных районах по уборке и несанкционированных свалок. В соответствии с пунктом 18, в статье 14, в статье закона 191 КЗ, обученный принцип о правительстве управления, подчеркиваю полномочиям первого уровня, это городские и сельские поселения, относится к организации сбора и вывоза бытовых отходов. Тем не менее, администрация Кингисепского района мониторит регулярно ситуацию, и я вам доложу о том, что у нас творится в поселении. Система сбора и вывоза ТБО осуществляется контейнерным и бесконтейнерным способом с применением спецтранспорта. На сегодняшний день услуги по сбору и вывозу отходов не резондируются и оказываются на территории Кингисепского района. Четыре специализированные организации. Это город Ивангород, две организации МГУ служба заказчика и ООО служба благоустройства. ООО ЭКОРОС, она работает в основном в городе Кингисеппе, но юридический адрес в городе Сланцы. И ООО Кингисеппе-Странс. В основном это услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и жидкие бытовые отходы. В целях исполнения законодательства в сфере обращения с отходами во всех населенных пунктах разработаны генеральные схемы санитарной очистки территорий поселений на территории муниципального района. В целях предотвращения возникновения ликвидации инициационированных свалок в размещении ТБУ в городских и сельских поселениях в течение весеннего и ледяного периода производятся сезонные акции по очистке территории, в месячнике по благоустройству и улучшению санитарного состояния поселения. Существующая система сбора на территории района как я сказал уже не производит сортировку и разделение отходов мусороперерабатывающих заводов пока мы не имеем. Демеркуризация, глиминсельный флаг в частности это наиболее опасные отходы. В районе не осуществляется предприятие учреждения поверенное отопление на договорной основе. Сдают отходы первого класса опасности в специализированную организацию. Это экологическое предприятие Меркурий город Санкт-Петербург, 5-й Рыбацкий проезд, 2-м и 17-м. То есть по договору они забирают то, что требует особого обращения с отходом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok